Начинаем? Начинаем. Друзья, приветствую всех на канале Аптомонофлайф. Сегодня нахожусь в городе Иена. Опять в центре Европы Ориент, в бюро. И сегодня я беру интервью у Оли. Оля, пожалуйста, расскажи немножечко о себе. Чем ты занимаешься, где ты живешь? Я живу в Вене, уже 5 лет. Тут я учусь, делаю мастер по межкультурной развитию персонала. Родилась я в России, приехала сюда. Прилетели мы в 2002 году сюда с родителями. Так что я родилась в России, а выросла в Германии. А по какой линии переехали сюда? Как поздний переселенцы русские немцы? Да, 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 как русские немцы мы сюда переехали. И вот сейчас тут и живем уже 16 лет. Да, вот. Родители тоже у меня тут и в Тюрингии живут, недалеко от Иена. Недалеко от Иена. Скажи, ты здесь ходила в школу, да? Да. Поначально? Да, я тут и в школу ходила. В садик я была еще в России. А потом, когда мы сюда перелетели, я сразу пошла в первый класс. И вот начала потом изучать язык. И да. А сейчас ты учишься на профессии? Да, сейчас я учусь на профессии. Сейчас я в университете в Иене. А из какого города вы прилетели сюда? Приехали, переехали. Это очень маленький город, называется Верхним Фолей. Это Челябинская область. Челябинск область? Да. Челябинск это вот такой самый большой близкий город. Челябинск и Екатеринбург. Я служил в Екатеринбурге, поэтому Йобург так называемый. И я был в Челябинск области. Там есть войска часть, где-то в горах. То есть я посещал эти места, был там проездом. А, интересно. Вот. Скажи, пожалуйста, в дальнейшем какие у тебя планы на будущее? Чем ты хочешь здесь заниматься? Хочу я... Я учусь в направлении... Я не знаю, как это по-русски назвать. Human Resources. Отдел кадров, наверное, это будет по-русски. Вот в эту сторону мне очень интересно пойти. Меня очень интересуют также фильмы. И я уже тоже, как думала, в Германии много киностудий есть. И пойти тоже в киностудии. И в отделе кадров тоже там работа. Такая возможность тоже есть. Мне бы это очень хотелось. А у тебя нет своего YouTube-канала? У меня нет. У меня нет YouTube-канала. Я фильм пока только смотрю. Только смотрю. Но надо снимать. Надо, да. Так-то надо. Надо начать. Это самое главное. То есть начинаешь. Сейчас это очень легко все делается. Очень много гаджетов. И как бы... Да, возможно. Все очень доступно. Все очень доступно. Хорошо. А скажи, пожалуйста, какое у тебя есть хобби? Чем-то интересуюсь, кроме учебы, в личной жизни, как бы, ну, хобби. Очень люблю гулять идти. Гуляю каждый день, можно сказать, читаю. Очень люблю читать. Фильмы. Очень интересуюсь фильмами. Если так, фильмы смотрю, обсуждаю, кто их как снимает, какие режиссеры снимают, как фильмы снимают. Меня это очень интересует. Вот в эту сторону, да. Пять твоих любимых книг. Пять моих любимых книг. Очень люблю Стивен Кинга. Стивен Кинг читаю. Рэй Брэдбери, тоже американский автор, мне нравится. Раньше Гарри Поттер все книги прочитывала. Могу сейчас их еще 10 раз прочитывать. Очень мне нравится. Курт Вонегуд, его писатели читаю. А вот, любимая книга, это очень хороший вопрос, потому что у меня их куча. Вот сейчас назвать. Ну, что-то можешь порекомендовать почитать зрителям, например, канал. Может быть, им тоже будет интересно. То есть для общества. Да, для общества. Есть книга очень хорошая, называется Die Büchergeben по-немецки. Я не знаю, как это по-русски будет, но автор его зовут Маркус Цузак. Очень хорошая книга. Я это не слушал. Интересно, могу рекомендовать. На немецком языке, да? Я читала на немецком языке, но ее, наверное, перевели тоже на русский, английский язык. Ну, будет лучше в первоисточнике прочитать на немецком. Да, 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 это правда. Те, кто знают немецкий язык, это очень легко и просто. Хорошо, ты сказала, что смотришь также фильмы. Пятерка фильмов. Ой-ой-ой, это тоже хороший вопрос, тоже не один фильм, но я могу сказать последний фильм, который я смотрела, который мне очень понравился. Это по-русски будет, наверное, еще по одной. Там это данский фильм, снимал Томас Винтерберг. Вот вышел 2020 в последнем году. Очень интересный фильм про учителей, которые, в общем, они пробуют эксперимент, и они хотят попробовать, что, в общем, пить алкоголь. У них такой midlife crisis, и они вот, у них задание такое держать 0,5 промилле каждый день. И потом вот в этом фильме видится, как это все-таки, это очень сложно, конечно, делать. И также это очень опасно, потому что в фильме тоже видно, как они медленно становятся алкоголиками. Очень интересный фильм, хорошо снят тоже. Вот этот мне понравился. А так, много старых фильмов тоже смотрю. Есть такой «Правитая над гнездом купушки». Джек Никрессон снимался. Да, было такой. 75-й год, очень хороший фильм, могу тоже. Ну, мы потом с тобой запишемся, и я оставлю рекомендации под видео. Конечно, конечно, конечно. И книги, и фильмы, как называют. Хорошо, а ты учишь языки, и сколько знаешь ты языков? Кроме своего родного иностранных. Говорю я по-английски. Ну, вот русский, немецкий. Немного французский я изучала в школе. Испанский начала я изучать в универе. Ну, это у меня, это... Плохо говорю по-испански, это так у меня. Ну, да. Ну, а основные языки у меня вот русский, английский и немецкий. Ты знаешь, я учил в Брусшуле французский, я тебе могу только одно слово сказать. Сова. Сова, да-да. То есть, как дела, и отвечаешь так же. И так же, сова. Ну, да, это уже разговор. Скажи, ты вот говоришь, что еще любишь путешествовать либо гулять, да? Слышали ты о таком мероприятии, так называемый «Гёте-Вандеринг». Это когда люди собираются в определенный день, это происходит в мае, первый выходной мае, в городе Ваймар, и идут по дороге Гёте. То есть, он когда-то ходил к своей возлюбленной пешком, и вот по этой дороге это 27 километров. Нет, не слышала, но очень интересно. То есть, я участвовал уже два раза в этом мероприятии. А, и как вам? Замечательно. Да. То есть, как бы, дается целый день, в 8 утра или в 9 выход, и до 4 дня. Да. И потом приходишь туда, там различные мероприятия, можно попить пиво, поесть сосиски, и потом он обратно привозит на автобусах. Очень интересно. Нет, я еще не слышала. Я только слышала, в Вене есть такая инициатива «За льволь горизонтала». И ты можешь тоже по иене, по вот этому пути тоже идти. Это очень... Несколько километров тоже. И вот студенты иногда собираются и вместе идут, там, ну, 100 километров, 100 процентов, и они вот идут и пьют тоже вместе. Но это, конечно, было перед короной. Потому что я тоже люблю путешествовать. Вот я ходил где-то в Адранг, я уже участвовал в этом. Там также есть наполеоновские тропы здесь, это с города Иена, идет на город Апольду и дальше. То есть я тоже ходил по этим всем тропам. Были здесь наполеоновские представления, да, помнишь, реконструкция была, наверное, года три-четыре назад. Да, да, да. Ну, тут в Вене тоже есть, я не знаю, там бы и нет, Наполеонштайн. Тоже можно туда вверх идти, это где Наполеон тоже проходил, и там тоже... Но реконструкция событий была года три назад, по-моему. Ага. Вот здесь Коспеда называется. Да, да, да. То есть я тоже был там, снимал видео, есть видео на этом канале. То есть интересно, интересное мероприятие здесь проходит. Скажи, что тебе было бы интересно предложить тем, кто сюда приезжает в Германию впервые, чтобы они не боялись сюда переезжать, молодым людям именно твоего возраста? Ну, я думаю, страх всегда какой-то будет. Просто важно это все равно сделать. Если ты это очень хочешь, страх всегда будет. Надо просто все равно это... Если вы очень хотите в Германию, познакомиться с новой стороной, быть открытым, я бы сказала. Быть открытым, даже если сначала какие-то волнения, это ничего страшного, это нормально. Я бы посоветовала все равно поволноваться. Может быть даже сразу ничего страшного, но все равно приехать все-таки. Потому что многие люди, они вот как... Они очень боятся, и из-за этого они это не делают. Потому что они думают, ну, лучше не надо, это очень сложно. Но я бы посоветовала все-таки сюда приехать, быть открытым. Попробовать общаться с людьми, с немцами тоже для своего как языка, чтобы это... Да-да, выучить язык, чтобы... Просто знаешь, многие не хотят выходить из зоны комфорта. Вот, да, это правда. Но это сложно, это понятно. То есть, привыкли все жить в одном месте, свои устои, свои правила, вот чтобы туда куда-то выйти. Нет, это же страшно. Это же надо что-то другое делать, это же надо язык как минимум научить, это же надо с другими людьми общаться, это же надо здесь в школы ходить, в брукшуле ходить, работать с немцами. Это все сложно для себя. Это, конечно, сложно, это даже... Там врать ничего не надо, это всегда сложно. Будет переехать в другую страну, это очень сложно. Я вот сама это еще как бы не делала, но я тоже собираюсь очень. Это, конечно, сложно. Я по родителям как тоже... Я еще маленькой очень была, но когда они сюда в Германию приехали, я могу мне представить, как это сложно тоже делать. Да, то есть, когда люди в возрасте даже, допустим, приезжают в основную, это очень сложно. Да. Сложный момент. Ну и скажи нам, что вот как бы одним выражением что ты хочешь пожелать зрителям канала? Просто одним выражением. От души, от сердца. Ой, люди, ну дружить, наверное. Дружба, дружить, пробовать думать позитивно как раз в эти времена сейчас это очень сложно. Все очень проходит так быстро, быстро, быстро. Всем надо что-то. Надо иногда просто успокоиться, спокойствие, смотреть на вещи, которые у тебя уже есть. И просто быть благодарным. Спасибо тебе большое за это интервью. Было очень приятно с тобой пообщаться. Желаю всем всего доброго, всего хорошего. До встречи в моих новых видео. И всем безбарных чувств. Честв!